Кибер-мошенники продолжают изобретать все новые схемы обмана до пропорядочных людей и не прекращают наращивать потенциал своего технического арсенала. Правоохранительные органы и специалисты финансовой сферы призывают граждан быть максимально бдительными при поступлении подозрительных звонков и не вестись на уловки злоумышленников. Как обезопасить себя и свои финансы в материале Ахмата Халкечева. Самая распространенная схема обмана кибер-мошенников это когда злоумышленники звонят на телефон и представляются сотрудниками МВД, других правоохранительных органов или службы безопасности вашего банка. Собеседнику говорят, что с его банковского счета были зафиксированы попытки подозрительных операций и просят оказать содействие в поимке преступника. Если мошенникам удается убедить жертву в реальности придуманной ими же истории, они выманивают персональные данные и другие сведения, которые им нужны для хищения сбережений. В иных случаях потерпевших убеждают перечислить свои деньги на некий безопасный счет, с которого уже реальные преступники и забирают чужие деньги. В подобных случаях необходимо прервать разговор, связаться с дежурной частью подразделения, где якобы служит указанный собеседником сотрудник, и уточнить, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о счетах и банковских картах. У кибермошенников очень продуманная и хитрая схема. Как правило, псевдоработники банка звонят человеку именно в такой момент, когда он находится в наиболее расслабленном состоянии. Вначале ведут тонкую психологическую игру, чтобы нагнать больше страху. Наши коллеги, журналисты Шахризи Богатыревой, тоже позвонили якобы из банка ранним утром выходного дня. На другом конце мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, с тревоженным голосом сообщил ей, что ее банковские счета взломали преступники и пытаются оформить на нее кредит. Опытный журналист хоть и была наслышана об уловках и психологических приемах кибермошенников и сама не раз писала об этом, чуть была и сама не стала жертвой. Меня спасли в первую очередь чуткий лингвистический слух и не совсем логичные действия преступников, рассказывает она. Мы сказали, что вот эти преступники хотят взять на мое имя 200 тысяч рублей, вот, и я все, что могу сделать, взять ответный кредит, тем самым, если будут браться два кредита, два кредита не будут одобряться, а мы сделаем все, чтобы ваш кредит прошел, а чтобы вот быть абсолютно спокойными, вы эти деньги должны перевести нам. И вот сейчас с вами будет говорить там какой-то следователь Карпенков, сказал мне этот сотрудник банка по фамилии Островский. Вот, ну уж, знаете, что меня вот все время настораживало. Это был чистый русский говор, но это был не говор Юга России. Для того, чтобы как можно больше людей могли просвещаться и не попадаться в сети злоумышленников, Банк России разработал сайт Finkult.info, адрес которого вы видите на своих экранах. На данном ресурсе самая актуальная информация о новых мошеннических схемах и способах защиты от них. Представитель кредитной организации либо правоохранительных органов никогда не будет требовать от вас сообщить данные вашей карты или перевести денежные средства. Ключом к доступу к вашим средствам может являться информация, которая содержится непосредственно на карте. Это CVV-код, три цифры, которые расположены на обороте карты. И информация о сроке действия карты, которая указана на самой карте. Нужно быть также особенно внимательна к информации, которая поступает вам из банка в виде смс, либо пуш-уведомлений и содержит коды и пароли. Первое, что должен сделать каждый, чтобы обезопасить себя, не принимать звонки с подозрительных номеров. Но в последнее время злоумышленники начали пользоваться программами, которые могут дублировать телефонные номера банковских служб. В этом случае необходимо незамедлительно завершить разговор и самим связаться со своим банком и полицией. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Роберт Жигутанов, Вести Крачаева, Черкесия. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Роберт Жигутанов, Вести Крачаева, Черкесия.